Здравствуйте, девчонки и мальчишки, а также их детишки. В предыдущем видео я рассказала о поддержке для малыша, которая понадобится с нуля до трех месяцев. Я скину ссылочку в инфобоксе, можете посмотреть, если вам будет интересно. А теперь поговорим об остальных покупках, которые необходимо будет совершить для малыша. Я посчитала, и понадобится нам 450 долларов. Белорусскими это 1130, российскими рублями это будет 32608 российских рублей. Это средняя зарплата, соответственно, для всех этих покупок вам понадобится ваша средняя зарплата. Значит, начнем с самого главного. Вам необходимо будет купить стол, кроватку и коляску. Эти три вещи потянут половину вашего бюджета. В среднем новая кроватка стоит 104 доллара. Это 260 белорусских рублей. И где-то 7500 российских рублей. Также коляска стоит... Мы брали бы такую же сумму. На столике мы сэкономили. У нас есть письменный стол. Все, что выше 75 сантиметров, комод, стол вам, в принципе, подойдет. Что касается кроватки. Кроватка Бомбини. Как вы видите, она продувается полностью. Снизу никаких полочек нет. Можно снизу быстро все помыть. То есть максимальная, простая для ухода. Второе. Второе. Вам необходимо будет в эту кроватку матрас. Матрас Вегас белорусский. Здесь, вы видите, из застежки снимается чехол. Он такой твердый. Твердый. Обратите внимание. С одной стороны, с другой мягкий. Там поролон. Тут кокосовая стружка. Значит, после матраса вам понадобится клеенка. Такая вот у нас на резиночке. Если малыш все-таки клеенку каким-то образом испачкает, вам необходимо будет еще, на всякий случай, такая вот обычная вторая клеенка. Можно без завязок. Вот у нас такая. Значит, по клеенкам все. Потом постельное белье. У нас лежало обычное. Мы с него 2 доллара сделали 2 комплекта детского белья. Если вы визуал, вам очень нравятся красивые вещи, пожалуйста, доплюсовываем к 450 долларам еще ваше постельное белье. Рассчитывайте на эту сумму. Зато оно будет вас радовать. Значит, дальше пошли. Понадобится одеяло. Вот такое вот у нас одеяло. Оно легенькое и теплое. Это фирма Баюбай. В районе 10 долларов. Значит, потом... Подушка малышу пока что не нужна. Понадобится, возможно, бортик. Смотрите, какой замечательный. Девочки посоветовали в роддоме взять. Такой вот застежкой. Чехол снимаете. Муж называет этот бортик питон. Он такой длинный. Пожалуйста, малыша можно и на бочок положить. Очень удобно. Очень удобно. Можете сами себе положить под спинку, если вы еще пока не родили. Под свой бочок. Так, значит, с этим разобрались. С кроваткой. Как проходит день мамы, которая находится в декрете? Значит, встали. Помыли малышу ватные диски. Понадобятся палочки. Утренний туалет провели. Возможно. Надо будет вам измерить температуру. Температура. Градусник. Микролайф. И постричь ногти. Маленькие ножницы вам понадобятся. Значит, привели ребенка в порядок. Начинаем менять памперс. Для этого вам понадобится пачка салфеток, одноразовые пеленки, впитывающие пеленки пилигрим 60 на 60, 30 штук. Сами памперсы понадобятся. Хадис элит софеток. Пачка памперсов. Также вам понадобится мыло. Это мыло Аквабэби. Два в одном мыло и шампунь. Очень экономно расходуется. Примерно как ферри. И также придется помазать ребенка. Это судокрем. Посоветовали педиатры в нашем роддоме. Значит, привели ребенка в порядок. Теперь идем его кормить. Может быть, вам, конечно, удастся еще кофе попить. Но не факт. Значит, место же. С нуля до шести месяцев. Пачка выгодный формат. Бутылочка. Авент. 125 миллилитров. Вот так вот выглядит. Соска. Возможно, пригодится. А может быть, и нет. Обратите внимание, до трех месяцев нам только она понадобилась. Теперь мы ее не берем. Соска нук. Вот так вот выглядит. Длинный. У нее такой вот силиконовый. Или как она называется. Язычок. Только пригодился до трех месяцев. То есть, ну, одну сосочку купите. Будет выше крыши. Вам понадобится также еще, возможно, молокоотсос. У нас такой ручной. Обычная фирма Компол Бэби. Вот. Значит, покормили ребенка. Переодели. Покормили ребенка. Ну, теперь можете, конечно, кофе попить. Значит, пошли дальше. Сходили на прогулку. Про коляску я сниму отдельное видео. Потому что там есть много нюансов. Дополнение к коляскам кресла и переноски. Вот у нас такая переноска такая. Вот как она выглядит на таких ручках. Вот. Понадобилось нам на пару раз. Поэтому смотрите сами, стоит ли в автокресло и переноски вкладывать деньги. По вашему уже усмотрению. Пришел вечер. Вам необходимо будет покупать ребеночка. Значит, вам будет необходимо ванна. Ванночка с таким лежаком. Можно и без лежака. Вы ее помоете. Вот. Аква Бэби. Шампунь и мыло. Два в одном. И набирайте воду. Для этого вам понадобится градусник. Happy Car. Вот. Измерите температуру. Тут видите, что есть отметка. Поэтому не заморачивайтесь. Покупали малыша. Значит, вытерли его. Полотенчика берите. Чем больше, тем лучше. Можно промокнуть, как я еще в предыдущем видео говорила, пеленкина. Пеленки это пеленкина. Очень хорошо впитывают. Переодели его. И что? Вам надо будет все это дело постирать в машинке. Для этого вам понадобится вот такое у нас замечательное средство. Немецкое. Называется Frosch Baby. Очень экономное. Хватит вам на 4 месяца практически. Хватает. В принципе, девчонки. Вот так вот проходит день мамы. Ну, на этом все. Всех люблю вас. Пока-пока.